Думаете, что это неплохая идея и хотите, чтобы я ее реализовал? Попробовал набить здесь 2000 звезд на данном аккаунте. Все же, ни для кого не секрет, что совсем скоро я уже 2к звезд на своей легенде добью. А это значит, что мне нужно будет выбирать новый аккаунт. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. И сегодня я записываю новый ролик. Наконец-таки мы дождались наших долгожданных скидок на МПК. Это значит, что сегодня на аккаунте Меганагиба, а именно таки на аккаунте Банка73, мы выкачаем наш любимейший страйкер, супер топовую пушечку. 220 тысяч кристаллов, именно столько у меня имеется прямо сейчас на аккаунте. И все данные кристаллы будут именно таки потрачены на прокачку нашего страйкера. По вашим лайкам и по вашей активности я понял, что вам интересен данный аккаунт, что вы хотите, чтобы я играл на нем, чтобы я прокачивал его не только на наших видосах, но а также играл на нем на стримах. Я вас понял, мы будем прокачивать его, мы доведем нашу прокачку страйкера и покупку устройства до конца и покажем, насколько круто на генерале можно реализовывать данное вооружение и насколько круто можно нагибать противника. Даже легенд, которые имеют М4, модификацию своего вооружения, будут страдать от моего страйкера. Поэтому давайте сразу же закупимся. Откроем сначала, конечно же, недельных 9 контейнеров, чтобы прибавить наше количество кристаллов на данном аккаунте. Ну а потом мы прокачаем страйкера и думаю, что пикнемся в какую-нибудь каточку. Возможно таки это будет Джаггернаут даже, либо же мы что-нибудь залетим. Именно таки, нет, давайте залетим, конечно, каждый сам за себя. Надеюсь, что меня подкинет к легендам, чтобы можно было бы с точностью и с очень-таки интересным страйкером. Я думаю, что он будет прокачан где-то около 15 шагов. Попробовать понагибать именно таки легенд. Давайте не будем затягивать. Открываем 9 недельных контейнеров. Посмотрим, сколько нам кристаллов прибавит 9 недельных контейнеров. 22 тысяч кристаллов, ничего себе, неплохо, неплохо. По 450 каждый на арке. И батарейчик, сколько нам дадут к нашему любимейшему дрончику? 81 батарейка, сколько у нас в принципе здесь батареек на аккаунтике? 300 батареек осталось, всего лишь. Всего лишь 300 батареек, при том, что у нас имеется один здесь прокачанный штурмовичок. Это, конечно, маловато, но я думаю, что количество батареек у нас в скором времени будет не падать, а наоборот расти. Начинаем прокачку. 244 тысячи кристаллов. Сколько шагов нам хватит? Я вангую, что мне хватит около 13. Я хотел сказать, конечно, 15. Вернее, я сказал сначала 15, что у нас хватит. Но сейчас я немножечко таки обдумав, я понимаю, что на 15 шажков-то нам не хватит. Очень быстро у нас уходят кристаллы. Уже осталось 100 тысяч, 80 тысяч, 40 тысяч. И ускорение уже не имеет смысла быть. 12 шагов. Именно столько я смог прокачать. И, возможно, таки, еще сегодня вечером я подкачаю до именно таки 13 шага. То есть поставлю 12 и 13 у нас будет уже без ускорений прокачиваться. Неплохо, неплохо. За 200 тысяч кристаллов прокачать больше половины данной пушки. Я считаю, что это уже успех. Хоть и скидочки у нас 50-50. Но нужно было сегодня прокачаться. И я думаю, что даже в дальнейшем мы уже на ближайших скидках докачаем наш страйкер до М. Именно таки 4 модификации. Пикаемся в ДМ-ку. И посмотрим, насколько круто можно реализовать полупрокаченный страйкер. Для никого не секрет, что у меня здесь прокачен Викинг ДМ-4. Это значит, что на почти фуловой пушке. Вернее, на полуфуловой пушке. Мы сейчас попробуем здесь налегке забрать топ-1. И я думаю, что у нас должно это получиться. Единственное, что мне может помешать, это легенды, которые будут иметь именно таки резист от страйкера. Но сейчас мы пикаемся. 4 СДМ. И всего лишь 4 резиста от страйкера. Это меня не может не радовать. Поэтому давайте пробуем нагибулить. Первая цель у нас уже имеется. Сводимся. 39% резист. Мало урона. 1500 влетело. 2000 есть. 2500. Респ. Ладно, первый танк имеется. Очень непривычно мне играть, честно говоря, ребятки, без устройства на данном аккаунте. Все же я уже привык играть именно таки с устройством. Буду повторяться очень много это, когда буду снимать именно эти ролики по данному аккаунту. Все же нужно понимать, что вот эта вот нагибаторская пусковая установка уран очень сильно меняет физику данной пушки. И когда ты привыкаешь играть с этими медленными ракетами, ты уже совсем по-другому расцениваешь свои шансы в той или иной ситуации. Ну а когда у тебя не имеется данного устройства, то все происходит намного таки. Намного таки быстрее. И урон, соответственно, не такой большой. Прилетает по противнику. Давайте попробуем свестись по данному танку. Сводимся. Блин, он не умирает. А если бы это была бы пусковая установка урана, то он бы умер. А здесь теперь надо выдавать целых пять страйкеров. Давайте этого парня тоже сольем. Очень хорошо начинаем. 8 к 0. Отличный счет и отличный результат вообще для нашего страйкера полупрокаченного. И уже при полпрокачке я могу с уверенностью сказать, что реализовывать данный джаггернаут против легенд. О, вернее, какой джаггернаут, что я несу. Этот страйкер против легенд также можно. Неплохо. Если бы еще, конечно же, противник не имел бы у нас резиста. Было бы еще намного таки круче и топовое. Но это, как говорится, не особая такая прям жесткая проблема. Все же не так много резистов имеется. Всего лишь там 4-5 резов. Ну, можно, можно реализовать без ничего, в принципе. И вот этого танка. Блин, а как же? Он же был на 0 хп. Он же был на 0 хп. Как, 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 как я его не слил? Боже, что это было вообще такое? Я должен был его обязательно сливать. Наверное, такие-таки сейчас мне надо будет поменять резистик. Так, все же, все же, все же, все же иметь резист от рельсы и не иметь резиста от твинса будет глупо в данной катке. Можно было бы, конечно, взять резист от фреза, но будем стараться его избегать. А вот твинс, это, наверное, та пушка, которая будет мне сейчас прям очень жестко мешать. Одного мы забираем. Забрать бы еще вот этого. Забираем второго. Ну, и я думаю, что у нас есть все шансы забрать здесь первое место и доказать всем, что даже страйкер полупрокаченный может нагибать легенд на генерале. Как это бы смешно не звучало, но генерал нагибает легенд. И это меня не может не радовать. Не зря же у нас данный аккаунт является именно таким мега-нагибчиком. И с пусковой установкой уран этот аккаунт точно будет разрывать все и вся. Ну, а здесь в этой ДМке, в принципе, не имеются таких каких-то жестких нагибаторских пацанов. Поэтому мне довольно-таки просто делать киллы и занимать, вернее, пробовать занимать первое место. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Очень хотелось бы в это верить. Но получится или нет, мы узнаем это уже через 4 минутки. Громила какой-то жесткий, опасный меня нагибает. Сережка какой-то 15 киллов уже бахает. У меня всего лишь 12. Ну, попробовать-попробовать можно, конечно, можно. Еще одного пацана уносим. Жига также летит на респ. Рикошет на респ не уходит, но 14 киллов. Есть шанс забрать первое место у легенд. Это, конечно, круто, круто. Не совсем, конечно, у нас прокаченные легенды. Если так судить по их прокачкам, я могу с уверенностью сказать, что в каких-то компонентах я прокачан даже лучше, чем они. Это, конечно, смешно. Но как есть, как есть, когда легенда имеет 36 резист от страйкера, это означает то, что он прикупил его совсем-совсем-таки недавно. И, возможно, таки, даже недавно он не приобрел, а получил именно-таки свою легенду. Проверять я, конечно, сейчас не буду, а буду пытаться забирать это первое место. Блин, со стороны кажется, что это очень просто, что легчайше можно здесь забрать первое место. Но на деле не совсем у меня так удачно получается забирать киллы. Еще и при определенных не сложившихся ситуациях у меня получается задамажить по себе, самого себя именно-таки слить и не реализовать свой страйкер. Поэтому давайте сейчас попробуем вот этого пацана унести. У нас должно получиться. Скал он, конечно, аптечку. Но там все этот Серега хочет накинуть и забрать у меня фраг. Не получится. Давайте попробуем его еще забрать. Нет, не забираем. Жалко. Сводимся. Попытка сводки. Удачная. Слил одного. Второго не солью. Но уже первое место. Две минуты до конца. Это хорошая реализация была сейчас своего дропа. Ну, а также вообще момента в целом. Попробуем унести диктатора. Диктатор должен вообще, в принципе, ждать голд, а не пытаться меня задамажить. Клубника. Тео Мобайл. Тео Мобайл. Уносим Тео Мобайл. Нет, не уносим. Вот в чем минус, ребятки, этих быстрых страйкеров, которые не имеют устройства. В принципе, я ничего не делал такого универсального. Просто чуть-чуть подкрутил свою башню и уже все ракеты улетели просто в пустоту. А если бы же я делал бы такой же самый мув на медленных ракетах, именно-таки на пусковой установке, то я почти со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что все бы эти бы ракеты прилетели бы прямо-таки в цель даже при таком быстром повороте именно-таки своей башни. Как ни странно, именно-таки с данным устройством реализовать какой-то поворот, какую-то резкую изменение именно-таки траектории полета ракет очень-таки просто. Но на таких быстрых ракетах не особо-таки получается перевести цель или еще вообще что-то быстрое принять, какое-то вот такое вот индивидуальное верное решение. С такими ракетами, конечно, невозможно сделать. 26 киллов, первое место, Сергей старается, но у меня есть отличные шансы забрать первое место и доказать всем, что даже страйкер с полупрокаченным вооружением может забирать первые места у Легенда. А что будет, ребятки, когда мы прокачаем его до М4? Прикупим пусковую установку Уран! Вот тогда будет реально жесть и, возможно-таки, совсем скоро мы уже даже начнем прокачивать данный аккаунт, набивать звезды на нем. Но как вы смотрите на эту идею, если вы думаете, что это неплохая идея и хотите, чтобы я ее реализовал, попробовал набить здесь 2000 звезд на данном аккаунте. Все же, ни для кого не секрет, что совсем скоро я уже 2к-звезд на своей Легенде добью, а это значит, что мне нужно будет выбирать новый аккаунт и пытаться набить еще 2к-звезд на каком-нибудь другом. Возможно-таки, этим аккаунтом станет наш мега-нагибчик, а именно Банка73. И именно-таки на данном супер-мега-крутом страйкере мы будем набивать 2000 звезд. Если вам нравится эта идея, если вы хотите, чтобы я ее реализовал, обязательно отпишите по этому поводу в комментарии, поставьте лайк данному ролику и не забудьте подписаться на канал. Ну а на этом мы будем заканчивать данный ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok